Чему два роки назад в той шестной рубль, но, на жаль, машину времени еще никто не изобрел. И поэтому сегодня некие силы обещали большой мир. А сейчас я вам зацитирую Библию, потому что лучшего у меня примера на сегодняшнюю дату нет. И врачу и травмы народа моего, легкомысленно, говоря, мир, мир, а мира нет. Это Езекииль 8.11. Поэтому я рекомендую вам, когда вы едете на диалоги про Украину, не прикрываться мнением народа, а слышать народ до того, как принято решение. Сегодня в зале вы неоднократно услышали «не верю», «не понимаю», «не знаю, как буду действовать» или «как будет действовать власть». Это три ключевые фразы, которые власть сегодняшняя должна слышать. Потому что вы, как представители власти, вы юристы в том числе, вы знаете, что у каждой нормы есть диспозиция, гипотеза и санкция. Вот можно говорить про формулу, которую мы сегодня обсуждаем, и говорить о том, что она возникла в Минских-1 и Минских-2, а потом в контексте диалога про Украину, услышать, оказывается, тогда она не была сформирована. А вот она подписана как раз кучмой. И сейчас мы ее с вами обсуждаем. Так может быть обсуждение начинать до того, а не после. Это я вам на вас подможу к мысли о законе, который вы намерены принимать, и который будет как раз реализацией вот того непонятного Франкенштейна, о котором вы нам сегодня пытаетесь рассказать. И вот эти диалоги про Украину, которые сегодня проводятся по всей Украине, это не что иное, как красивая картинка для того, чтобы снизить градус напряжения вот здесь в массах. Потому что изначально вы правильно сказали, мы не хотим, чтобы было гражданское противостояние. Но опять же, возвращаясь к Библии, мы так не хотим, что в принципе делаем все для этого. И поэтому, когда вы что-то делаете, или есть идейный вдохновитель этого делания, передайте ему о том, что причина, следственные связи – это аксиома. Вначале мысль, слово, а потом действие. И не наводите народ Украины до активных действий. Потому что не делайте вещей, которые вначале вы сделали, а потом хотите прикрыться красивой общественной картинкой. Это больно и для людей, а потом это значит, что будет больно для страны. Вот с этим посылом я хочу, чтобы вы уехали из Николаева и сказали, налогоплательщики Николаева готовы содержать украинскую армию, но они не будут содержать республики, которые будут гангрены в теле Украины. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...